Ирина Пегова Родилась в семье профессионального лыжника и сотрудницы металлургического завода в небольшом городке Выкса. Родители хотели, чтобы девочка пошла по стапам отца, и с детства ее отдавали в разные спортивные секции. Чем только не пробовала заниматься маленькая Ира. Конный спорт, коньки, фехтование, плавание, лыжи. Кроме того, родители решили развивать дочь всесторонне и отдали ее в музыкальную школу. Тогда она и не предполагала, что когда-то сможет стать актрисой. Идеалом для Пеговой была Эдит Пиаф. И верила, что когда-нибудь она обязательно станет великой актрисой. Ирина входила в женскую вокальную группу, в которой сначала исполнялись переделанные хиты, а потом девушки стали писать свои песни. Постепенно группа набирала популярность в городе. Участницы даже профессионально делали звукозаписи. Все изменилось, когда на втором курсе театрального училища Ирина встретилась с ребятами из мастерской Петра Фоменко. Руководитель столичного курса произвел на Пегову большое впечатление. И то, что среди всех он выделил именно ее, вселило в девушку намерение стать актрисой. Тогда почти весь курс Нижегородского театрального отправился в Москву, чтобы покорять ГИТИС. Из всех сокурсников на режиссерский факультет попала только Ирина, где ее талантом занялся лично мастер. С первым супругом Ирина познакомилась в ГИТИСе. Еще студентами Дмитрий Орлов и Ирина Пегова вместе шли к своей цели, и оба стали довольно популярными актерами. Ирина всегда мечтала иметь свой собственный дом в родных местах, рядом с городом Выксой. Поженившись, супруги все-таки купили участок в Нижегородской области, и Пегова боялась говорить мужу о своих мечтах. Вскоре выяснилось, что планы у обоих супругов совпадали. Оба хотели жить в деревенском доме подальше от цивилизации. Однако совсем отказываться от городской жизни ребята не собирались. Артисты купили квартиру в московских Черемушках, за что Дмитрий благодарил Олега Табакова. Именно с помощью него супругам удалось купить жилплощадь всего за четверть от рыночной стоимости. Долгое время Ирина и Дмитрий жили счастливо. Они считались красивой и влюбленной в друг друга парой. Через год после свадьбы у них родилась дочь Танечка, в которой родители души не чаяли. Пегову и Орлову ставили в пример, как одну из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они не стеснялись показывать свое счастье. В 2011 году, как гром среди ясного неба, прогремело сообщение о том, что актерская пара разводится. О причинах развода говорили крайне мало. Однажды Дмитрий проговорился, что главным в их отношениях был не он, и что в их семью часто вмешивалась теща. Даже Таня не смогла воссоединить родителей. Разрыв отношений получился некрасивым. Бывшие супруги часто ссорились и говорили друг о друге неприятные вещи. Однако ради дочери они перестали ругаться. О личной жизни Пегова известно крайне мало. Актриса не раз признавалась, что прекрасно живет без мужчин. После развода она занялась своей внешностью, карьерой и все свое свободное время уделяла любимой дочери. Однажды вездесущие папарацци стали замечать Ирину в компании молодого человека. Поклонник встречал актрису после спектаклей, и они вместе уезжали в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что ухажером Пеговой был молодой актер Сергей Кемпо. Он был на 7 лет младше Ирины, и это ее сильно смущало. Вскоре из-за разницы в возрасте актриса рассталась с ним, считая, что ей нужен мужчина постарше и гораздо серьезнее. Сейчас Ирина более осторожно относится к выбору своего избранника и предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на... Субтитры сделал DimaTorzok